В России новые задержания журналистов. В Москве в субботу арестовали продюсера информационного агентства Reuters Константина Габова. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе за сотрудничество с ютуб-каналом Навальный Лайф. Габов все обвинения отрицает. А в Мурманске задержан и помещен под арест видеооператор Сергей Карелин, который сотрудничал с агентством Associated Press. Ему предъявлены те же обвинения. Сергей Карелин и Константин Габов в разные годы сотрудничали с Deutsche Welle, пока российские власти не отозвали разрешение на работу нашего СМИ в феврале 2022 года. Константину Габову и Сергею Карелину грозит от двух до шести лет лишения свободы. Продолжим говорить о событиях в России. В студии у нас соосновательница международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Ирина Щербакова. Ирина Лазаревна, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Мы немного потрясены теми новостями, которые, конечно, поступают, потому что, несмотря на то, что наши коллеги уже с нами не сотрудничали с 2022 года, но все-таки я с ними работала в Москве, для нас это... Ну, каждый день поступают, конечно, очень тяжелые новости, и мы все время следим за судьбой нашего друга и вот тоже основателя общества «Мемориал» Олега Орлова, у которого был довольно мучительный этап, и мы какое-то время вообще не имели от него сведений, и вот, значит, все время, так сказать, ждем и нервничаем, как за остальных всех политических заключенных, потому что они находятся сейчас под очень такой, очень тяжелой угрозой, страшной угрозой. Вот что Константин Габов, что Сергей Карелин, до этого журналистка СОТО «Фаворская», адвокаты многочисленные, их сейчас пытаются как бы притянуть к делу Навального, обвинить их в экстремизме по делу Навального, хотя как бы такие просто обвинения предъявлены, это журналисты, которые отрицают свое сотрудничество с ними. Как вы думаете вообще, вот эти вот зачистки вокруг Навального, вокруг его имени даже, упоминания, будут ли они дальше, и как вам кажется вообще российские власти будут память о Навальном выжигать, или как они с ним будут ходить? Значит, они, к сожалению, будут. Это даже сомнений нет, и они начались давно, и начались, мы знаем, как поступали с ФБК еще до начала войны, и судьба самого Алексея Навального совершенно страшная такая, вот, и он стал действительно символом, символом сопротивления, очень трагическим символом, но вот такие символы, они входят в историю, но за это цена этого, так сказать, огромная, вот, конечно, будут, конечно, будут искать, конечно, будут преследовать, и это всегда, еще, надо сказать, двоякая вещь, как в России это часто бывает. С одной стороны, совершенно очевидный вектор и указание, значит, что это поле надо зачищать, зачищать и зачищать. А с другой стороны, значит, на местах сидящие люди, значит, из этих структур, которым надо отчитываться о проделанной работе, получать премии, звездочки и так далее, значит, они всячески смотрят, пытаются вылавливать всех, кто еще когда-то, поэтому что-то сотрудничал, потому что им надо демонстрировать свою активную деятельность, и в этом смысле, конечно, это люди под угрозой. А вот эти круги по воде, грубо говоря, они будут расходиться только по Навальму? То есть кто следующий, грубо говоря, какие категории еще будут попадать, если брать даже историю? Знаете, с историей, конечно, дело довольно вообще страшное, но сравнивать исторические периоды и события всегда очень трудно. И параллелить их, это всегда, так сказать, историку очень тяжело, потому что история не повторяется, с одной стороны. А с другой стороны повторяются некоторые вещи, реакции людей. То, как проводятся репрессии, как сеется страх, значит, как вот эти круги расходятся по воде. И в этом смысле, знаете, какое у меня такое довольно даже страшное ощущение? Мне ужасно не нравилось, когда говорили, вот наступает новый 37-й год, и все, мне казалось, как историку, которая этим занимается. И действительно, мы еще там все-таки, речь не идет о таких массовых репрессиях. Мы еще не в 37-м. Да если представить себе, что в Москве арестовывали в 37-м году по 7-10 тысяч человек в день, то, конечно, мы все-таки там не находимся. Но жестокость приговоров, вот эти круги по воде, то, что берут вокруг, берут и берут и берут разных людей, которые как бы соприкасались или когда-то соприкасались, или даже лайк поставили, это заставляет меня, конечно, все равно на такие очень тяжелые сравнения, потому что схлопывается даже Брежневский период, который я там жила, и он был достаточно, так сказать, отвратительный, значит, но это была уже дохлая диктатура. Это была дохлая диктатура. А то, что мы видим сейчас, это что-то совсем другое по жестокости приговоров, вот по тому, как отлавливают людей. Вот поэтому, к сожалению, возникают тут некоторые параллели. Вот вы правильно сказали, видели, я обратила внимание, что и после Крокуса мы видели вот это видео задержание, показывали, да, слитые видео. И сейчас нашего коллегу тоже вот видео, как его врываются к нему в квартиру, это что-то, честно говоря, новое, потому что эти видео стали все больше и больше, что-то видео спрашивали. Да, но вот если говорите, а все-таки вы тут с историком разговариваете, и если говорите, и, конечно, улыбаться тут нечему, это я скорее на историка, значит, так грустно улыбаюсь, потому что вот сталинский режим, он же был ужасно лицемерный. И о том, что пытки применяются в массовом порядке, ведь от людей скрывали. Как это в нашей советской стране, раз в наших, люди, которые туда попадали и сталкивались с тем, что их начинали просто бить на допросах, как это так, уж мы, я поверьте, разговаривала с десятками людей, как это так, в советской тюрьме пытают, в советской тюрьме бьют, и люди этого не знают. И действительно трудно было даже найти документы, подтверждающие это, а не есть, что есть такая сталинская вот эта знаменитая шифрограмма, что можно применять меры. Но вот так, чтобы это публично показывалось, ну, не знаю, были публичные казни нацистских преступников, некоторые там вот в конце войны, но чтобы публично показывалось, как человека пытают, как его бьют, чтобы это такая замена страха, который был при массовых репрессиях. Потому что когда это так распространяется, и все это видят в режиме реального времени, это, конечно, навевает просто жуткий страх. Да. От одного периода исторического мы с вами... Я хотела перейти к другому, который сейчас все обсуждают. Вы мне скажете, что это сейчас всех раздражает. И это действительно почему-то такой триггер. ФБК выпустил сериал, уже несколько серий вышло про 90-е. Почему сейчас? Почему сейчас нужно говорить о 90-е? Почему они говорят? Знаете, я, несмотря на мой возраст, я всегда служу по себе. И для меня 90-е годы, я очень часто тоже к ним обращаюсь. И в каких-то своих докладах, и когда разговариваю с студентами, и до всякого еще, до, конечно, всех этих скандалов. И думая о том пути. И это началось гораздо раньше. Знаете, вот когда Мемориал получил Нобелевскую премию, то даже вот у Олега Орлова была первая реакция. Но мы же не смогли, мы же не смогли вот эту вот идею просвещения так нести людям, чтобы действительно было понятно, что значит несвобода, что значит диктатура, что значит отказ от демократии и от прав человека. И это было, конечно, и это, но и до этого заставляет задуматься о том, где были эти красные линии, что пошло, какие были надежды, и что пошло, и когда пошло не так. И это, безусловно, период, который поэтому всех очень волнует. И мне понятно, значит, вот это вот, так сказать, это заостренное отношение к 90-м годам, потому что это все-таки еще на нашей памяти, это совсем близко, и кроме того, это развилки. Это действительно развилки истории, и о них, в общем, важно и нужно думать. Единственное, что тут есть некоторые вещи. Во-первых, тут есть некоторый пузырь, который возникает в соцсетях, и от того, что нет возможности обратиться к широкой аудитории, начать действительную дискуссию со школами, с учителями. Мы, кстати, это пробовали. Мы пробовали в 2000-е, конечно. У нас даже в нашем школьном конкурсе, который мемориал проводил, мы же его 20 лет проводили с 99-го года. Это была одна из тем 90-е годы для, так сказать, вот школьников и подростков, как они это воспринимают, как воспринималось это в семьях. И потому что мы понимали, что это очень важная тема. Но мы очень ограничены сейчас в наших возможностях такой дискуссии по всем, по всем линиям. И поэтому она принимает такой ужасно острый, узкий, я бы сказала, такой узкий характер. И мне кажется, что она... Тон ее на самом деле, заданный тон, но тут я уже ничего не могу с собой поделать. Все-таки, когда эти серии называются «Предатели», то я как историк, еще занимавшийся все-таки вот такими эпохами, у меня на это слово просто сразу возникает аллергия. Мне кажется, что это можно было сделать гораздо более умно, гораздо более тонко, гораздо более рефлексивно, потому что все, и те, кто говорят, что в 90-е годы там, ну, как я, мемориала не было бы и в помине, если бы в 89-м году, в общем, невозможно было создать это общество. Ни памятников не могли бы поставить, да, ни тысяч книг не опубликовать, ничего. Другое дело, другое дело, что как раз-то мы очень предупреждали о разных угрозах, начиная с войны в Чечне. И тут мне этого не доставало, потому что вся ситуация, вот у меня, как у современника, который, я помню свое чувство, когда я узнала, что войска вошли в Грозный. Мне просто... Это было ужасное ощущение, так сказать, вот такого крушения, крушения надежд. И я бы сказала, что это время требует гораздо большей рефлексии, выслушивания друг друга, действительно размышления о путях. И мне кажется, что, к сожалению, это получилось очень односторонне, очень интонационно, так как, в общем, мне, как историку, это совершенно не близко. И знаете, что я вам еще скажу такую вещь? Для меня Навальный и его смерть стала таким трагическим событием, так потрясшим всех. И выступление, между прочим, Юлии Навальной. Они были, так сказать, вот так, обращаясь так широко, значит, ко всем людям. Это была такая трагедия, она была так всем видна. Мать и все. Вот это некоторое... То, что сейчас происходит, на мой взгляд, это снижение этой памяти. И мне это очень... И я этого очень боюсь. Он стал таким важным символом. Я боюсь, что сейчас это все утонет, не превратится в какую-то серьезную, а утонет в таких каких-то, так сказать, дрязгах. Вот этого мне бы очень не хотелось. А что бы тогда нужно было вместо этого? Мне кажется, что вместо этого, во-первых, у фонда есть, конечно, очень сильная сторона. Это важные расследования. И они, безусловно, должны продолжаться. И они, безусловно, нужны. Но мне кажется, что нужно искать все-таки язык, который бы людей на самых важных и кардинальных вещах объединял. Вот сейчас, в эти дни, когда вообще решается, на самом деле, судьба Украины в сильной степени. И мы ждали до последней минуты сейчас просто, как это будет, когда, ну, я не знаю, знаете, даже на самых просто каких-то таких вот вещах, там, выслушиваешь, что происходит там с коллегами, с сотрудниками Украинской академии наук, историками. Сколько ушло на фронт, сколько погибло людей. Даже просто вот среди, так сказать, наших коллег, можно сказать. И это такой момент, который требует, на мой взгляд, я вообще человек в этом смысле практический, напряжение и соединение всех антивоенных сил. Всех антивоенных сил и всех усилий. Потому что мы находимся, мне кажется, в очень такой, как бы сказать, трагической, острой точке. То есть вы видели бы Юлию Навальную таким объединителем этих сил? Ну, во всяком случае, я бы видела эту роль. Я бы считала, что это была бы очень важная роль. Потому что ее роль, честно говоря, до сих пор не ясна. ФБК никак не представила Юлию Навальную. Какая у нее роль? Она продолжательница дела? Ну, она очень важный символ. И вот важно этот символ, так сказать, не потерять. Такой символ, символ сопротивления. И это, мне кажется, очень важно. А все остальное, мне кажется, таким довольно, к сожалению, мелким. У нас осталось немного времени, но все-таки я хотела вас попросить коротко рассказать, чем же сейчас мемориал занимается в Германии и какие проекты, может быть, коротко остались в России. Это очень важно, потому что, конечно, как всегда, очень тяжело тем, кто остался, очень трудно тем, кто уехал, потому что, понятно, что наше дело просвещения, вот, и, так сказать, борьба со всякими искажениями, значит, истории прошлого и так далее, я хочу сказать, что оно остается важным, потому что в этой войне искажение истории играет ужасную роль. И мы тут создали организацию, вообще несколько созданных организаций мемориальских в разных местах. Есть организации в Вильнюсе, есть наши друзья во Франции, есть в Праге, в разных, в разных точках. Вот есть мемориал в Берлине, он называется мемориал ЦУК, он мемориал будущего. И мы занимаемся продолжением нашей исторической просветительской работы. Мы наш запустили наш вот такой любимый проект, школьный конкурс, для, открыв двери, так сказать, для всех, но пока объединяющим, ну, он в сильной степени онлайн, но не только онлайн. Человек 20-й век или какой конкурс? Это уже постсоветский опыт. Ага. Это уже постсоветский опыт. Что российские школьники тоже участвуют? Ну, ой-ой, даже так опасно. Я бы так сказала, что мы открыли двери для всех, и всех предупредили, значит, конечно же, о том, понятно, мы же не под никами какими-то, мы ясно, что этот мемориал, что это проводит мемориал. И это дело людей решаться, мы всех предупреждаем об этом. Но мне кажется, что это очень-очень важный, по-прежнему очень важный просветительский проект. И если нам удастся обратиться к подросткам, уехавшим по-настоящему, которые оказались в самых разных местах, разбросанные, кстати, с очень большими вопросами, вот для них действительно, что это было, почему пришлось уехать, почему их увезли, что происходит, так сказать, на родине, это для тех, кто уехал. Мне кажется, это очень важный, это очень важные вопросы. И вот мы, это одна из форм нашей работы. Большая на них надежда, будем тогда следить, и будем рады вам снова в студии. Мы расскажем про наши результаты. Спасибо вам большое, Ирина Лазаревна, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...